Коли честно, коли честно. Вот что немножко меня достает. Не так давно, ну может быть достаточно давно, у меня отдельный компьютер, малость кое-что, навернулся. Что там случилось? Там навернулся вот этот дивный вентилятор. Вот этот обыкновенный вентилятор, который ставится на процессор. Это радиатор от процессора. И в отличие от нормальных стран, а я говорю про нормальных стран, то есть есть такая нормальная страна, не так далеко от нас располагается, мягко говоря, мы с ней ограничим. Не слышали про такую страничку? Про такую страну замечательную, вкусную. Там делаются вот эти вентиляторы, понимаете? Вот этот вентилятор, он стоит 130 рублей. Ну там он стоит не 130 рублей, там он стоит 70 рублей. Может быть там он стоит и 50 рублей. То есть он тупо вот сюда вставляется, прицепляется и все. То есть по сути дела сломался вот этот вентилятор обыкновенный. Вопрос возникает у меня к другим товарищам, которые занимаются у нас продажей электронной техники. Почему вы не привозите обыкновенных вентиляторов, которых там как у дурака махорки? Мало того, есть там в этой машинке, я поставил ее к телевизору и теперь я использую 4К, чтобы мне это очень сильно нравилось. Да, потому что там тоже стоят вентиляторы, которых также много в Китае. Потому что все, что не нужно, все это делается в Китае. То есть вместо того, чтобы это все дело заказать на Алиэкспресс, мне пришлось пойти по нашим дивным магазинам и попытаться это все дело купить. Но такой вещи там не существует. Там существует вот эта штука, то есть надо все это дело собрать вместе. Вот так. Вот примерно так. Отдельных вентиляторов там нету. Вау! Нету там. То есть мне пришлось купить вот эту штучку. Это еще ладно, что я вам кое-что сейчас расскажу, чем работники телевидения отличаются от вас. То есть работники телевидения это люди, как правило, весьма очень неглупые. Лучшие работники телевидения, лучшие работники телевидения, но они кое-что еще и соображают. То есть есть определенное качество людей, которые много чего себе могут позволить. Так в некоторой степени я отношусь именно к такой категории людей. Первоначально, вот я когда пришел в работники телевидения, я кое-что другое малость-то умел. Естественно. Вот. И мне пришлось самому лично разобрать эту штуку. То бишь в отличие от обыкновенных человеков, которые не понимают, что в компьютере, я примерно знаю, что в компьютере, но там есть товарищи, которые круче меня, тут уже вопросов нет. И вот у них-то что-то поинтереснее. То бишь даже сама процедура переустановки Windows – это определенное количество времени. Да. И даже не будем говорить, что то, что работает на компьютере, не имеет косяков. Естественно. Там вы что думаете? Там такие же товарищи, как ты и я, и все остальные пишут эту программу, и все со своими проблемами, с кодами и со всеми делами. То есть мы ничего не будем говорить, все, естественно, ломается. Но для этого тоже необходимо время, естественно. А если его нет, то вот вопрос возникает. То есть кое-что я реально умею. Мало того, я еще научился в свое время линейного монтажа. Линейки, она немножко проще, но возникают отдельные вопросы. А вот с линейным было интереснее. Но научился, слава тебе Господи. И я прекрасно понимаю, что и как ремонтироваться. Я также могу отремонтировать вот то, что снимает. То есть я также ремонтирую видеокамеры. Я также могу залазить в другие вещи под названием видеомагнитофоны. Я именно так же ремонтирую. Да-да-да. Такой небольшой парня, поинтереснее, естественно, чем средний человечек. Вот и все. И поэтому я это дело понимаю, как это можно сделать. Но таких людей не очень-то и много, по сути, событий. То есть пришлось сделать. Вопрос. Я не заплатил 130 рублей, заплатил почти 500 рублей. Просто 500 рублей так. Хлоп. Это что за безобразие такое? Я что-то вот эти вещи-то не доезжаю. Почему нельзя отдельно все это притащить? Да-да, что-то. Это не получается. Вы что? Как же так-то? Как же так-то? Ты типа самый умный, я говорю. Да нет, обыкновенный человек. Просто не хочу переплачивать. Это еще не сильно дорогие вещи. Там такие штучки есть поинтереснее. А так-то да. То есть когда мы говорим о том, что мы будем жить в полном удовольствии от наших финансовых средств, давайте все-таки определимся, что мы вообще делать-то умеем. Ну вот на мне сейчас, да, слава тебе Господи, хоть пообщался с народом, который занимает спецодежда, это все вот сделано в России. Слава тебе Господи. Да. Ну трусы почему-то не в российских. Это некоторые, все остальное, все это не сделано в России. И поэтому мы не будем говорить о том, что мы абсолютно финансово независимы от всех мировых производителей. У нас в свое время были кинокамеры, были. Были свои видеомагнитофоны, были. Но потом все это дело развалилось. И я сейчас не могу найти нашу отечественную кинокамеру, даже видеокамеру. Их не существует в природе. Их не существует в природе. То же самое про телефоны. Ну так сказать, есть некоторые проблемки возникают у нас. Есть у нас проблемки. Слава тебе Господи, что у нас есть Китай. То есть в принципе Китай сделал все это дело достаточно грамотно. И если бы в свое время у нас за Брежневым встал бы Андропов и нормально прожил бы хотя бы лет 10, сейчас бы еще Китай. То есть Андропов так и разрешил. То есть у меня есть отечественные, то еще из той категории вещей, которые были чистыми копиями западной техники. И тем не менее они прекрасно работают. То есть у меня есть отдельный специалист, который поменял там конденсаторы. И все остальное заработало то, что нравилось мне в 1990 году. Ну оно мне прекрасно нравилось и до сих пор уровень Эстонии это еще та техника. Эстония 0,0,0,0,0,0,0,0,0 имеется в виду. Хай-фай. Вау. Крутизна. Да-да-да-да. Можно послушать. Красиво звучит. Симпатешно. Вкусно. Вот и все. То бишь нам каким-то образом, что сделал Китай? Китай тупо начал все это дело работать. И вы знаете, невзирая на качество жизни, невзирая на то, что у нас какие-то проблемы с Америкой, было бы у них большим удовольствием нам просто раздать визы для того, чтобы мы туда-сюда смотались. Для того, чтобы мы поняли, как не надо срать на улице, понимаете? Ну не надо этого делать. То есть понимать, что в принципе не обязательно длить все стальные двери. Вот стальных дверей я не видел в Америке, честно. Ну не видел и все. Нет. Там у нас и все застраховано. Там машины иногда стоят с ключами. Там все немножко по-другому делается. Ну хорошо. Ну не получилось. Ну у нас есть замечательный Китай. Вот. Вот Китай это хорошо. Вот правильно они сделали. И к сожалению, мне говорят, что за нами какое-то будущее. Я говорю, что в связи с тем, что в скором времени мы сделаем основной переход на биологическую нейтральность. То есть мы будем использовать электричество, которого в принципе везде и всюду как очень много. Особенно мы не будем говорить о том, что в Челябинской области у нас с электричеством большие-большие проблемки. Нет, конечно. Ставьте ветряки. Этих ветряков я видел везде и всюду. И у вас уже не будут проблемки. А мы про это все дело-то и молчим. Да-да-да. Мы про это все дело-то и молчим. Мы молчим про то, что в принципе можно поставить. У нас огромные поля, которые просто бездарно стоят. Да вы на этих полях поставьте солнечные батареи. Вы ради прикола прокатитесь так. Просто заедите там 20-30 километров от города в любую точку. Посмотрите, что есть поля просто, которые никому не нужны. Это огромные большие территории. Поставьте нормальные. То есть мы это дело можем. Но, к сожалению, у нас возникает проблема. Вот и все. Я, естественно, также смотрю часто достаточно интернет-издания. В отличие от обыкновенных человеков, я просто понимаю, что количество грамотной информации это даже не Яндекс и не все остальное. Потому что давайте все-таки и поделимся. Россияни, но как таковых, ну примерно 130 миллионов человек, которые умеют говорить коровски. Допустим, добавим туда еще тех, кто умеет про это говорить. То есть это части наших любимых социалистических республик. Ну, хорошо. То бишь, если просто пересчитать и показать по общему количеству населения, это всего 1,7%, если это будет территория России. Ну и, допустим, 3% во всем мире, которые говорят по-русски. 3%, которые говорят по-русски. Я говорю, о чем мы будем говорить? О том, что не так уж и много людей, которые реально беседуют и вам это дело объясняют. И грамотный вариант, это, естественно, английский язык. Ну, так оно и есть. Я посмотрел внимательно, пересчитал. И когда нам говорят, что мы могли бы зарабатывать деньги какого-то большего количества по финансовым составляющим, я пересчитал за среднюю заработную плату Советского Союза и пересчитал среднюю заработную плату россиянинов в текущих. То есть, тогда мы зарабатывали 660 долларов, да и сейчас из той же оперы примерно. К сожалению, вот есть такие отдельные товарищи, которые нам начинают проезжать про нашего лидера. Ну, есть у нас лидер. Но давайте все-таки определимся. Мы страдаем не от лидера, нет, не от такового. То есть, везде и всюду, здесь и всюду. На первом каждом углу у нас что это будет? То есть, у нас люди, на нас с вами, на нас с вами в городе Магнитогорске, которые деньги имеют. Каким образом? Очень легко и просто. Внедрив бешеные ценники на теплоносители, на электричество. Вот это да. Вот вы обратите внимание, количество людей, которые вот у них все красиво и ровно, и количество людей, у которых все очень плохо. То есть, давайте все-таки определимся, что реально и хорошо у нас живет, ой, по городу Магнитогорску, ну, примерно 4,5 тысячи людей. Это даже меньше, чем 1%. Ну, даже будем говорить, что просто перекувыркнувшись на круги своя, то есть, 99% мы сидим, бамбучок покуриваем, а 1% жирует. Правильное решение? Правильное решение. Это правильное решение? Ну, просто пересчитайте, и вы поймете, о чем идет речь. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. И жируют они прямо здесь. Вы, Магнитогорске, вы, Москве, вы, Челябинске, да в любом городе, в городе, естественно, насилие не получается. В насилии там небольшие проблемки возникают. А в городе, в любом городе, посмотрите, вот на эти дома, которые они построили. То бишь, мне, грубо говоря, дай бог, я верю в него, естественно, в этом году будет 49 лет. Да, у меня есть свой дом. Но я его не могу достраивать по одной простой причине. Я и не собираюсь его достраивать. Я это все дело отдам своему сыну. Что-то сделаю, вопрос уже потихонечку делаю. Но у меня есть дивный принцип не воровать. А-а-а, вы забыли про это дело. Так вот, не такое большое количество людей имеет эти мысли. А остальные просто воруют. И получается, что вас обманывают, но не обманывают начальство сверху. Вас обманывают местные люди, вы понимаете, да? И когда мы говорим о творчестве Навального, вот такой крутой, вот такой навороченный, возникает дивный вопрос. Навальный? Или кто-то там еще? Кто-то там, крутизна такая навороченная. Вот будь у тебя 20 твоих каналов, которые тебя распинают по самые кривые помидоры. Да не стало ли бы таким же? А-а-а! Теперь вот тот самый вопрос про воровство, про понты, про то, что люди недопонимают своего существования как такового. То есть, представляете, 20 телевизионных каналов тебе рассказывают, что ты просто красава. Ну, там еще и больше телевизионных каналов, вопросов нет. Естественно, у человека возникает вопрос, что он, естественно, красава. То есть, даже невзирая на Москву, у нас есть Магнитогорский, такие же красавцы, очень мало людей, таких, которые понимают, что даже невзирая на популярность, популярность закончится, через полгода как человека не будет в эфире как такового. Понимаете? Ну, хорошо, допустим, 2-3 года, еще про человека что-то запомнили, а чуть больше про это дело все и забыли, естественно. Такие товарищи есть в Магнитогорске, да-да-да-да-да-да. Не слышали, что ли? Да, поверьте мне. Я, я лично, я лично. Вы думаете, что не занимался другими вещами? Конечно, конечно, дорогие мои, я этим вещами занимался. Вот. И человеки, ставшими не кем, но приподнявшимися по уровню восприятия, то есть они были обыкновенные человеки, со всеми тараканами и косяками, которых у меня пруд пруди, естественно, но в отличие от них я реально понимаю, о чем идет речь, без всяких там понтов, естественно. Так вот, мы пришли на юбилей нашей школы, я пришел бы и сказал бы, но меня не вызвали, естественно, потому что, видите, я своей школе бы сказал, если бы не английский язык, я был бы уже на том свете, ну, зная о том, чем я болею, зная о том, что рано или поздно мне опять придется ехать на Кубу, зная о том, что с моей болезнью не проживая то количество времени, сколько я живу, а я реально живу и лечусь, естественно, вот я бы просто сказал, спасибо этой школе, но там были такие понты, йо, да кто вы такие, кто вы такие, то есть, людей, которые имеют ум, их даже на телевидении не так стоит много, как правило, чем телевидение интересное, телевидение проживает большую жизнь, за короткое время, еще большую жизнь проживает тот, который делает телевидение как хобби, как у меня, допустим, не у каждого человека это реальное хобби, а у меня хобби, то есть, у меня много хобби, естественно, вот и все. Я понимаю, о чем идет речь, а журналисты, у них немножко тоже кундра, то есть, если мы говорим про журналистов, то давайте все-таки определимся, что не только у журналистов кукунда срывается, у всех, кто чуть выше быдлопати, они считают, что народ, это вот быдло, хотя с другой стороны я считаю себя таким же быдлом, то есть, тараканов нет никаких, но им-то кажется, что они круче всех, им-то кажется, что они могут воровать, им-то кажется, что они могут воровать не только в Москве, они везде воруют, господин Навальный, ты вот давай все-таки по низам прогуляйся, вот это будет красиво, а все остальное, ну, получали те же деньги, получали, что было раньше, что было сегодня и сейчас, раньше было красиво, сейчас, мне это все не сильно нравится, естественно, о чем идет речь, вот, но давайте все-таки скажем так, мы никогда не были в топе, реально, к счастью, в свое-то время, вот, прямо за моей спиной у меня есть, я занимаюсь не только телевидением, я еще и вспомнил молодость былую, начал стендовым мандаризмом заниматься, да-да-да, ну, там много других хобби, естественных, вот, в стендовом мандаризме у нас раньше было очень много отечественных самолетиков, да-да-да, мы их производили, реально, а сегодня, сейчас этих отечественных самолетиков очень-очень мало, знаете, такая штука, есть Flightradar 24, бейте, посмотрите, на чем мы сейчас летаем, вот и все, вернувшись бы на круги своя, тогда бы еще что-то можно было бы, но когда мы все-то дело вернемся, и когда это дело будет, не совсем понятно, и поэтому, давайте все-таки определимся, что наша жизнь, это большее удовольствие, но надо понимать, о чем идет речь, вам, конечно, хочется ездить далеко, ну, может быть, вы можете смотаться, но лучше смотаться в некоторое количество капиталистических стран, чтобы понять, в принципе, что капитализм, как таковой, после того, как он посмотрел на социализм, как таковой, он стал немножко другим, то бишь, слово воровство, вот из той же оперы, то есть, у меня поехал человек в Америку, обыкновенный магнитогорский товарищ, Черков, не слышали, зря, смотрите внимательно, Таяма автор, это он этим делом занимался, он здесь поработал, сделал ремонт, потом он уже стал ремонтером, как бы, это отдельная тема, не сегодняшний раз, потом он поехал в Америку, а в Америке, в Америке дивный принцип, там можно просто, легко и без всяких проблем стать миллионером, он стал миллионером, долларовым, потом я вам расскажу и покажу, как это делается, но не все хотят там, там становиться миллионерами, не все, они это не хотят, некоторые хотят просто, они просто живут, то есть, там уровень немножко другой, ребятки, давайте все-таки вернемся на круги свои, ну хватит воровать, ну хватит воровать, есть же понятие Господа Бога, он вам сказал, не воруйте, деньги это ничто, это ничто, вы для чего это делаете, объясните мне, для чего, я не понимаю, для чего вы это делаете, ну ладно, это тема отдельной беседы, когда мне говорят, что вот мы сильно-сильно воруем и верим в Бога, я говорю, а как это вообще все возможно совместить, у меня есть Алексий, тот самый, верующий в Бога человек, так вот, он был очень богатым, ну, деньги ему давали, естественно, а после того, как он поверил в Бога, он все это дело раздал, и спокойненько начал верить в Бога, и тем самым, он стал хорошим товарищем, не надо верить, не надо думать, что бабки для вас это все, это бред, силой кобылы, там никакие, ну и что, даже у никакого человека есть понятие собственного достоинства, смотреть телевидение, ну, как бы вам сказать, я не смотрю телевидение, как таковое, но даже невзирая на то, что телевидение у меня присутствует, в моей жизни, оно вам показывает простые правила, которые, соблюдая, как я, вы также можете жить спокойно, не надо раскачиваться, не надо думать о том, что соседская машина кредитная, да пускай это будет и его кредитная машина, то у него проблемы, а в принципе, живя в городе, в Магнитогорске, в городе для меня, я считаю, что это один из лидеров по градостроительной перспективе, таких небольших, качественных и ухоженных городков я еще не видел, да, у нас возникают проблемы мародерства, эти проблемы были, но с ними надо тоже бороться, если бы мы собрались и объяснили, и заключили договора, то в принципе, невзирая на все остальное, ничего бы по сути не изменилось, ничего бы не изменилось, мы просто бы жили, как жили и раньше, да, конечно, возникают вопросы, но по сути событий, если мы раньше не ловили понтов, то мы можем и сейчас не ловить понтов, а жить нормальненько, к сожалению, работая головой, вот видите, он заскрепил, но приходится это делать, и поэтому мне боль, нас, мне, и после посещения мест зарубежных нравится, что человеке с мозгами там ценится, потому что там ценится работа головой, вот это мне тоже очень сильно нравится, поэтому, собрав все воедино и сказав, к сожалению, к сожалению, мы не прыгаем никуда, вот это будет среднестатистическое состояние души и тела, но если это дело понять, что мы живем далеко не плохо, то в принципе можно забыть даже о тех вещах, у которых, о тех товарищах, которые для себя думают, что живя в понтах, сделанных телевидением, они будут круче всех, да забудьте про них, как все это делается в Америке, в Америке, ну реально фиолетово на свое государство, топовое, то есть американцам вот вообще просто пофиг, поэтому лучший вариант, естественно, выбрать тот канал, где есть мозги или посмотреть это дело в интернете. в америке. В америке. Продолжение следует...